Ну вот, мы продолжаем нашу конференцию, и только что мы приехали с поля Валерия Рассохи. Удивительное поле само по себе, и чем же оно удивительно? 7 лет на нем прямой посев. Прямой посев и наутил это разные вещи? Я считаю, что да. Чем отличаются? Ну прямой посев может быть монодиском, может быть дублдиском, может быть долото, а может быть и в лапу. Поэтому лапу мы не можем сказать, что это наутил, а если это прямой посев и диск, то это элемент наутила. Значит поле с элементами наутила, да, можно так сказать. И вы сказали, что оно еще помимо этих 7 лет, еще 5 лет. 5 или 6 был переходный период. Переходный период, что это значит? У нас была самая большая проблема, ту которую мы решали в течение переходного периода, это выровненность полей. Что бы ни говорили, прямым посевом выровнять поля, те которые у нас узкие, длинные, нереально. Поэтому приходилось на переходном периоде использовать дискатор на глубину 3-4 сантиметра. Кто понимает, что 3-4 сантиметра, если бы конечно мы дисковали на 8-10 сантиметров, может быть и за два года бы выровняли поле. Но нам хотелось убить, так скажем, двух зайцев, чтобы и мульчу сохранить и немножко выровнять поле. Поэтому, ну и еще кое-что там, у нас на тот момент еще сеялка в лапу была, мы могли ей выравнивать поля. Основная задача это стояла выровнять поля, ну и соответственно за эти годы почистить поля. И все-таки мы пошли по рекомендации аргентинских ученых, что все-таки переходный период нужен. А вы были в Аргентине? Я не был в Аргентине, я не ездил за границей никуда, я все читал только литературу и брал знания из литературы, ну и опыта других хозяйств. И что дает сегодня это поле? Какая урожайность? Что на ней сеете? Мы, как ни странно, и на переходном периоде, и на уже внедрении прямого посева, мы не проваливались по урожайности никогда. Мы только росли. Поэтому я считаю, что каждое поле индивидуально, нужен индивидуальный подход, но переходный период должен быть, наверное, у многих полей. И какая урожайность сейчас в этого поля? Что получали? Ну, в прошлом году у нас это поле дало 34 центера пшеницы. Это не самый высокий урожай нашего хозяйства, скажем так, но прошлый год тоже нас зацепило здорово засухой. Вот. Поэтому были у нас урожаи интереснее в прошлые годы. Мы с 2013 года меньше, чем 33 центера не получали. И что во время засухи показала эта технология? Как была влажность, удерживалась ли в земле? Ну, именно... Просто все равно, несмотря на засуху, 3-4 центера... Да, это достойный результат. Не все поля такую урожайность дали. Вот. Поэтому в прошлом году поля наши находятся все у трассы. И все ехали, ну, меня многие знают, ребята. Все ехали и говорят... Ну, я имею в виду и кто занимается традиционными технологиями возделывания, да, сверху скульптур. И все говорили, что вот в этом году вот ярко выражено, видно, что, говорит, прямой посев, ноутил Валерий Михайлович работает. Хотя, да, для нас это было заметно раньше. Но раньше не замечали те, у кого... Кто почву более интенсивно возделывал. Потому что влага была дополнительная всегда. Ну, конечно, если они получали, я не знаю, там, сколько, может, 30 центеров или там 35, то мы получали все равно немножко выше. А что можно сказать скептикам, которые до сих пор думают о том, что все-таки лучше по-старому работать? Видите, мы когда переходили на минимальные технологии и прямой посев, у нас первая задача стояла... У нас проблема, вы видели, какие у нас овраги, яры, да, и этими оврагами, ярами у нас окружены все поля. Я довольно поздно вышел в фермера, и нам достались уже земли такие, которые до этого никто не взял. Да, поэтому у нас была проблема, это водная эрозия почвы. Это первая стояла, вторая это ветровая эрозия почвы. Поэтому, как этого избежать, как бороться с этими, да, с этими проявлениями, ну, ничего лучшего мы не нашли, как вот именно наутил, прямой посев. Поэтому изначально из-за этого это все внедрялось. А когда уже мы увидели, что мы водную эрозию, там, ветровую эрозию, ну, ветровую эрозию, я так думаю, мы где-то смогли остановить процентов на 90, водную процентов на 80, 70, да, в зависимости от года. Потому что вот этот год показал, да, что и прямой посев. Местами были промывы почвы, да, там 2-3 сантиметра промывала у нас почва, потому что почвы были промерзшие. поток воды был мощный. И низины, те, которые мы до этого, нам удалось залужение провести, все, на самом деле 2-3 сантиметра смывы были. Вот. Но это не так критично, как были, скажем, в других хозяйствах, да, вот. Вот. Поэтому именно стояла, в первую очередь, это вот защита почв. Несколько слов хотелось бы про химию, которую используете. Что, какие удобрения, как используете, как часто, есть ли у вас подкормка постоянная, непостоянная. И про защиту растений несколько слов. Удобрения мы используем с некоторого времени полностью на всех культурах. До недавнего времени, там, года еще 3 назад, мы под широколистные культуры не использовали сложные удобрения. Но увидели, что это дает прибавку. Да, это не такая прибавка, как от азотных удобрений на зерновых культурах, да. Но эту прибавку надо делить на 2-3 года. Умножать, то есть, на 2-3 года. И получается, в принципе, неплохо. Вот. Если брать отдачу от сложных удобрений, то по первому году она будет небольшая. И многие отказываются от этого. Но это ошибка довольно такая. Ну, неправильно считают. Надо считать 2-й год, а то и 3-й. В зависимости от всего оборота. Какие культуры... Ведь можно под 2-ю культуру дать потом только азот, а под 3-ю вообще ничего не давать. И получится довольно достойное урожай. Здесь вот это надо учитывать. Поэтому плодосмен – это очень важный момент. Особенно вот при прямом посеве. Это очень важный момент. Поэтому минеральные удобрения используем. Используем кассы. Используем карбамидные подкормки. Но не больше трех. Если холодно и сыро, как было в 2018 году, да. То тогда третья подкормка была нужна. Ну, конечно, там и урожай был. Вот у нас по хозяйству 41,6 пшеница дала. Соответственно, ну, пусть это небольшая подкормка, да. Если учитывать на гектар. Но хоть что-то там вторичные побеги. Ну, подтягивать что-то немножко, да. Вот. А так мы даем только две подкормки. Сложные удобрения при посеве. Ну, конечно, гербициды, фунгициды, энсиклициды. На зерновых культурах это все используем. На широколистных культурах на сои практически ничего не используем, кроме гербицидов. И вообще я стараюсь брать сорта, которые довольно устойчивы генетически к болезням, к родителям. Ну, есть уже. В этом направлении селекция работает. Поэтому минимум, по возможности, поменьше химии. Но это неплохо сказывается на здоровье почвы. Поэтому я не сторонник полного химического. Такой нагрузки довольно серьезно большой. Не сторонник. Какие основные советы тем, кто собирается и присматривается к этой технологии? Там три главных совета можно дать. Первое, что наутил начинается не из селки, совершенно с другого. Не из техники. Не из селки, да. Из техники, но не из селки. Поэтому продавцы техники вас будут убеждать, что вот купите селку, и вы самый будете грамотный наутильщик в мире. Поэтому понимаете, что они хотят вам продать. Они хотят заработать деньги. Поэтому знание и другая техника должна быть и почва готова заранее. Поэтому это одна из самых больших ошибок. На сегодняшний день, я так думаю, что кто начинал первая волна, там, самая первая, 6-7 год, да, 2006-7 год, я так думаю, что процентов, наверное, 60-70 отказалось от прямого посева от наутила. Почему? Потому что знаний не хватало, техника была неправильно подобрана, еще много, почва не готова была. Поэтому не совершать тех ошибок, которые совершали до этого. То есть первое – это знание, изучение ошибок, кто уже позанимался. Да, 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 да. И довольно взвешенно подойти к этому вопросу. Надо понимать, что на первых порах будут серьезные затраты. И многие ошибки тех хозяйств, кто переходит на утил, когда хозяйство, извините, на коленях, в карманах пусто, и они тогда начинают менять технологию и переходят на утил. Это грубейшая ошибка. Нельзя переходить, когда у вас в карманах пусто. У вас должен быть запас прочности. Если что-то у вас не будет получаться, надо корректировать. И чтобы корректировать, нужны деньги. Поэтому хорошая у вас, хорошая прибыль, вот тогда задумывайтесь о переходе на другую корректировку технологии. Не переходе, а корректировку. И не переходить сразу все. Кто-то говорит, я вот сразу перешел, все было хорошо. Это был первый год хорошо. А второй, третий, четвертый год начались провалы. И все, и молчок. Никто не говорит об этом. Да, и последний совет. Сей в оборот. Это должно быть, это сложно выдержать. Охота заработать, в первую очередь, деньги, не думая о завтрашнем, послезавтрашнем дне. В цене одна культура, у нас перекос в одну культуру, на следующий год другая, другая. Поэтому соотношение культур и то, что является таким фундаментом наутила, прямого посева, это зерновые культуры теплого периода, холодного периода. Это широколистные культуры теплого, холодного периода. Вот это надо соблюдать. Иначе опять через 3-4-5 лет будет всплеск или болезни, или сорняков, или то и то вместе. И опять скажут, что опа, технология плохая. Я понимаю, что нужны культуры с разными корневыми системами. Конечно, стержневая, мочковая, периоды, я говорю, холодоустойчивые, теплолюбивые. Поэтому вот это очень важно, очень важно это. Спасибо вам большое. Пожалуйста.